Привет, друзья! В этом видео расскажу и покажу, как я готовлю молодую картошку. Картошка приготовлена таким способом, получается очень вкусная и ароматная. Для приготовления я беру молодую некрупную картошку. Ее необходимо хорошо помыть, что я уже и сделала. Молодую картошку я никогда не чищу, просто хорошо мою ее под проточной водой. А молодая шкурка легко отделяется от картофеля сама. Подготовленный картофель ставим на плиту и варим в подсоленной воде до готовности. А тем временем подготовим другие ингредиенты. Хороший пучок укропа необходимо помыть под проточной водой и измельчить при помощи ножа. Укроп прекрасно сочетается с картофелем. Затем 5-6 зубчиков чеснока. У меня чеснок нового урожая. Измельчаем при помощи ножа. Чеснок также можно пропустить через чеснокодавку. Это уже на ваше усмотрение. Я измельчаю чеснок ножом, мне так больше нравится. Тем временем картофель отварился. Сливаем воду. Вся картошечка осталась целая. Тут главное не переварить картофель, иначе впоследствии он превратится в кашу. В кастрюлю к отваренному картофелю кладем сливочное масло. Затем добавляем мелко рубленный чеснок и подготовленную зелень укропа. Больше я абсолютно никаких специй не добавляю. Поверьте мне, они здесь не нужны. Накрываем крышку и хорошо трясем кастрюлю, чтобы ее содержимое хорошо перемешалось между собой. Как я говорила ранее, главное не переварить картошку, иначе она превратится в кашу. У нас все хорошо, вся картошечка осталась целая. Вот такая вкусная ароматная картошка у нас получилась. Ее можно сразу подавать к столу или накрыть крышкой и дать постоять 2-3 минутки, для того, чтобы картофель пропитался ароматами чеснока и укропа. Картошечка, приготовленная таким способом, прекрасно подойдет, как для тихого семейного обеда или ужина, или в качестве угощения на любой праздничный стол. Приготовьте и вы молодой картофель по этому рецепту, порадуйте себя и своих близких. А я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok